Я не могу меня ужасно бомбить Я сейчас сижу и монтирую видео Я просто в полном ужасе Потому что вы бы знали, как сильно мне понравился этот салон в самом начале Прилегенный салон, безумно красиво Отличное расположение, доступность, классное обслуживание На первых этапах У меня нет слов, просто я хочу, чтобы вы с самого начала видео Не покупались на то, что я все такая веселая, классная сижу Потому что чем ближе к концу, тем больше будет жести Очень, 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 очень жалко владельца этого салона Потому что салон реально потрясающий Но персонал, который там работает И ситуации, которые произошли с нами и с другими клиентами Которые сегодня в этот же день вместе с нами там были Это нет слов Просто смотрите это видео, вы будете, я думаю, в шоке Сегодня мы решили повторить маникюр Дарьи Граф И я вам скажу, что эта задача была просто буквально непосильная Мы обращались в такое огромное количество мест, что нам буквально отказывали все Здрая, сейчас вы можете тебе сказать Нет, вы дошли узнать, может быть, сегодня у вас окошечки Свободные для двоих человек Потому что у нас конкретный дизайн И если у вас смогут его сделать, будет клево Если нет, ну, начнем Ну, нет Не, ну, можно без фигурок, либо на что-то изменить, это не страшно То есть тут нам главное длину соблюсти И рисунок, который там вот есть И если где-то не идентично получше, то ничего страшного Нет, да? Это вам, наверное, либо в Сити надо, либо куда-то туда Получится так, как на фото? Получится так, как на фото? Там такая разница, может быть, в чем Есть два мастера, которые смогут сделать этот маникюр на сегодня? На здесь, да, сейчас на данный, да Хорошо, отлично А по цене сориентируйте, сколько будет стоять такой маникюр? По цене я тоже вам отправлюсь Спасибо огромное, спасибо Спасибо, жду Порядка шести тысяч Порядка шести тысяч, да? Да Короче, хорошо Ваниле отправили про фотографию нашего маникюра Нам сказали, что четыре часа она будет занимать Лиса, слава богу, все снимала Это нас просто спасло В конце видео вы поймете, почему нас спасли вот эти кадры, которые вы сейчас видели Просто зафиксируйте их в своей памяти и запомните все то, что сейчас говорит администратор Держите это у себя в голове, можете даже пересмотреть этот маленький фрагмент Чтобы четко услышать, что она говорит, потому что дальше вы охренеете Меня максимально радует история, что мы с Лисой едем вместе в салон Мы так еще не делали Мы никогда еще не ездили проверять один салон просто разных мастеров Наверное, если нас посадят рядом, они будут друг у друга списывать В Москве нашелся только один единственный салон из тех, куда мы обращались Который нас был готов принять Поэтому в этом видео мы едем туда вдвоем Хотя обычно мы проверяем один супер дешевый салон, а второй супер дорогой Но сегодня мы решили посмотреть, как же сделают маникюр Дарья Граф в единственном салоне В Москве, который согласился взять за эту работу У двух разных мастеров Так что давайте посмотрим, что же из этого сегодня выйдет Мы приезжаем в салон, нас совершенно прекрасно встречают Никаких вопросов нет Нас сажают друг рядом с другом Мастера... Ну, у меня, по крайней мере, был максимально адекватный Тихая, человая женщина Такой вот салончик красивый у нас здесь Девочки, одна сюда? Кто-нибудь одна сюда? Хорошо Я идти туда Да, идти туда Вот хочу сделать, как на той фотографии Желательно прям, насколько возможно, по похожести Ну и наращивание тоже по той же длине, как вот у девчонки на фотографии Наконец-то прощаюсь с этими ужасными ногтями Просто до свидания эти ног И здравствуйте другие ног Я вообще хотела сказать, что вы очень аккуратно это делаете Мне наоборот приятно Вот такие вам не больно, не горячо, а мне хорошо У меня мастер была прекрасная Она была профессиональная, приятная, вежливая Она... К ней все подходили Она со всеми была вежливая То есть это ну просто человек У меня создалось впечатление, что это человек цветочек Мы с ней шутили, смеялись А мы соревновались с Лисиной мастером Она такая, мы сделаем лучше У нас очень много времени Да? Ну выделили на такой вот два Хорошо Нам столько и нужно Такие коротенькие Ну а сейчас будут очень длинные Не могу, Господи, снимать свои пальцы короткие Угу Ты знаешь Мне еще подруга говорит, оставь короткие ноготочки Я говорю, это не могу Может, еще ресницы снять, скажите, да? Ресницы мне сегодня сказали Ну и слишком длинно Ну вот кому длинно, пусть не делают Ну это человекского ущерба, да? Извините, конечно А как думаете, сколько по времени займет? Ну, часа два Часа два, да? Так быстро справимся Я думала, тут 4 на 5 работают А что он там уже сидит, клиент пришел? Нет, часа два, два с половиной, ну три, наверное О, прикольно С этого момента началась проблема Пришел клиент А я только села Вы сами все видите Единственное, что вот на этой фотографии видите Все цветное, да, было? Я бы хотела сделать примерно то же самое Только монохромное То есть, если это вообще возможно Там типа черный, серый, красный Вот в такой гамме, знаете? А то я цветные не очень ношу Делаете? У меня пока 30 секунд мастер отошел Я могу к тебе подойти Ну, ногти А какую вы длину наращиваете? По циферку? Четверочку? Да Это мало Я же тебе говорила, там семерка Нет, мы будем четверку делать Потому что для нашего дизайна хватит, чтобы сделать четверку Нет, вот это накоточки свои тонкие А, типа семерка она не выдержит? Конечно, зачем? Вот со своей отрасли тоже следующую сделают Опять ты читер, Жень А то, что они типа в некоторых местах буграми Это сейчас, когда лак будет, все будет ровненько, да? Это подложка А, это то есть не считается вообще? Это еще Что сверху гель Поняла Ты не хочешь там? Не буду сидеть Я не знаю Я сказала Я сказала Что-то 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 Все нормально Вообще не знаю Дина, если нафига не умеет делать Нахер она вызывает Дина вот не делала Только мою коррекцию После меня Нахер она вот Собиться и делала Ребят, на самом деле Должна вам сказать Что здесь произошел некий конфликт интересов Я решила быть в ушах Короче, когда я сидела на маникюре Я не слышала всех этих обсуждений Я просто снимала маникюр И то, что администратор подошла задалбывать моего мастера За счет того, что Ну, типа, когда ты закончишь Потому что уже пришел мой клиент Что они обсуждали И как они обсуждали клиента, который ждет Я не слышала Я это услышала только на монтаже Поэтому, когда мы сидим вместе с Лианой Я там говорю еще сквозь призму того, что я этого не слышала Я услышала вот эту вот жесть от мастера Только когда села делать монтаж Потому что, естественно, стала все пересматривать Во все вслушиваться И я была просто в ужасе Я реально была просто в ужасе от того, что я слышала Как они там обсуждают клиента На глазах у другого клиента И даже не стесняются А потом начали осуждать мастера Я, честно, не понимаю, кто такая Дина В чем проблема Дины Но как я поняла Девушка, которая меня сейчас ждала Пришла на коррекцию Не к вот моему мастеру А к какому-то другому И типа мастер, который делал ей коррекцию Сделал ей плохо Поэтому мой мастер должна забрать обратно эту девушку И ей переделать Это, как я поняла Как было на самом деле Я хз, потому что все шумит Все орут Ничего не понятно Короче, ужас Все, не вздыхай А почему вам капают с этим? Это же не ваша проблема Что клиент раньше пришел Да, мы уже нарастили А, вы сейчас будете дизайн делать? Да, мы уже все Прикол Ну, все-таки обычно ничего нового Но у вас длина 4 А не 7 7 дольфина раньше Я оправдываю себя Ну, что сказать Лиана там вообще Все еще никак не может ногти везде сделать Минус дизайн делать Вот так вот А у них тут на интернете было? Да Деля, да? Нарочных Ну, были покороче вроде Ну, или так есть Не помню Но немножко короче Ну, вообще даже не переживайте Что они побыстрее На зелниго там У них очень короткие Да, короткие Поэтому вообще не переживайте А это же стилеты Еще и длинные Угу Да Для предель Он пилится вообще сам по себе сложнее Да, да Потому что это материал Ух, ух Прям Долго пилите Идеальную форму Да Да, я заметила Мы очень быстро Сняли Прям вообще Правда Прям просто Перда летает То есть профессионально Да Мастер Аэрографом будет Чтобы А вы смотрите Как вам удобнее Мне без разницы Как вам привычнее Как быстрее Так вы делаете У меня реально все равно Быстрее аэрограф Что же это хорошо Интересно В этот раз у меня Одна будет аэрограф Или они тоже На данный момент Как мне кажется У меня все окей Хорошее наращивание Сделали быстро Мое пожелание Делать черно-белое А не цветное Тоже на ура Предложили аэрограф И вообще все гуд Есть вот такой Ага Который с голубым Больше И вот такой Вот этот Вот этот Да Нормально делали дизайн Покрыли пару ногтей Очевидно все еще пока хорошо И так как обычно На маникюре и бывает Так Ну на самом деле Мне кажется Что можно просто Чуть пожирнее их сделать А то их не очень видно А так по количеству Я думаю Три штуки в самый раз В чем была проблема Когда я села на маникюр Мне стали делать нормальный маникюр Да Там возможно Мой мастер не умел Делать длинное наращивание Меня это особо не волновало Потому что в принципе Я не вижу что будаш Она тоже была там Десяти километровая Окей Мне сделали Вот такой вот длинный ногти Я не против Все хорошо Ногти хорошие Никуда не улетают Никуда не острят Один сплошной обосторг И тут К моему мастеру Начинают подходить По очереди администраторы В том числе Одна из очень неприятных администраторов Которого вы увидите Дальше с ней познакомитесь И начинают ей говорить У вас пришел новый клиент Когда вы закончите С этого момента Все и понеслось Мастер начал спешить Пошли дикие косяки Все криво и косо Ну в общем смотрите дальше Вы так спокойно реагируете Когда к вам подходят Вы же привыкли А вы за 6 лет работаете Все понятно Я слышала Как Лиса начинает Высказывать недовольство Я такая Че происходит То есть во-первых Я никогда в жизни не слышала Чтобы Лиса ругалась Она всегда максимально вежливая Тактично разговаривает с людьми Я поворачиваюсь И она говорит Если ко мне еще раз Войдет администратор Я типа все и выскажу Потому что я уже просто На... Это я говорю мастеру Потому что я вижу Что у мастера у моего Трясутся руки Что он начинает Очевидно Косячить Также я понимаю Что реально сидит клиент И ждет Когда мой мастер Со мной закончит Потому что клиенты Там видимо пичкают Еще 10 минут Еще 10 минут Потому что у меня Сложилось именно такое впечатление Не знаю как было на самом деле К нам подошли суммарно 6 раз 6 раз подошли к моему мастеру И спросили Когда он закончит Потому что его ждет клиент Блин Ждите пожалуйста А можно уже 6 раз Не подходить к моему мастеру Потому что это меня уже просто бесит Ко мне первый раз Ко мне первый раз подошли Когда мы только начали делать Наращивание ногтей И спрашивают Когда освободитесь Я реально уже пишу Что подходит 6 раз К моему мастеру И постоянно отвлекаете Да но у меня записано Я здесь все еще сижу И ко моему мастеру Постоянно подходит Это вообще ни разу не круто В этот момент подошла Еще одна администратор Она вот здесь вот В верхнем углу Какой-то маленький момент Появляется И она говорит Другой девушке Которая сдал Вот моего мастера Что у нас запланировано 4 часа То есть она говорит Другому администратору Что у нас запланировано 4 часа Я это опять-таки Заметила только при монтаже Потому что изначально Я думала Что эта девушка против меня Но это была единственная Адекватная девушка Которая была в этой ситуации За нас Еще никого не смущает Что я сижу на маникюре Блин И я как бы Ну сижу здесь Не просто потому что Мне хочется сидеть А потому что я как бы Собираюсь заплатить За эту услугу Потому что я клиент В том числе Чтобы вы понимали Этот момент происходит тогда Когда у меня сделано Только два ногтя На одной руке А теперь посмотрите После вот этого вот Инцидента небольшого Как быстро Начал мастер делать мне маникюр Я думаю вы уже заметите Насколько все это Стало дико косячно Я все прекрасно понимаю Но со стороны мастера Здесь было тоже Очень неверно утверждать Что мы скоро закончим Как ты собираешься Скоро закончить Такой мега сложный маникюр На который нужно Нормальное количество времени За сколько там За 20 минут Это что Это прикол И знаете Не иронично Но мне закончили Этот маникюр За 20 минут Соответствующее качество Маникюра Конечно дизайна Оно тоже потрясает Все возможные Влажные фантазии Но об этом позднее И да Теперь я еще и в парике Я просто смотрю Как он выглядит Надо его переложить Определенно надо И цвет не подходит Там плохо да Получилось Мастер мне делает Уже маникюр У нее уже трясутся руки Она уже дико косячит Она мне спрашивает Ну как тебе Ну как тебе А что я могу сказать Данной ситуации Что нет это говно Давай пожалуйста Переделай Потрати еще 20 минут На один мой ноготь И пофиг что у тебя Задолбали администратор Что там какого-то На тебя еще клиента повесили Я просто с точки зрения Ну человека Который понимает ситуацию Не только со своей стороны Эгоистичной Но также со стороны клиента Который реально ждет Которому просто несут Выносят мозги Она кстати в итоге Там 4 часа или 3 часа просидела 3 часа только 3 часа просидела Это вы тоже ее увидите Эту девушку Она тоже да Будет непосредственным Участником нашей ситуации Мастера у которой Уже трясутся руки Потому что я тоже понимаю Это я деньги Она там работает Какие у меня могут быть претензии И я Которая делает косячные маникюры С одной стороны да Почему я должна платить За какую-то хрень С другой стороны Я понимаю Что попала в очень неловкую ситуацию Поэтому я соглашаюсь с тем Что мне делают какую-то херню И такая Ладно нормально нормально Пока Лисе делали дизайн Мне только наращивали ногти Потому что Во-первых Мне наращивали ногти Длиннее чем у Лисы Так как мой мастер Он такой Окей У меня было Все окей С пластиной Ну то есть Мне ровно там Ну да Полтора раза точно Длиннее ногти Чем у Лисы Сейчас посмотрим Как там у Лианы дела Я ее еще не видела Ну мы уже все Я даже не знаю На какой они стали там Они еще даже не красят Да ладно А теперь еще представляете В каких-то условиях сделано Что мы супер быстро сделали Там еще не начали даже цвет красить А мы уже закончили маникюр Лиане Только можно сказать Начали делать цвет У меня все закончили И после Это администраторша Я не знаю С прошлой лет И в точно таки Я совсем не выбесилась И когда я только сел Мы еще не начали делать наращивание Она уже побежала А когда вы закончите? Мы еще не начали делать наращивание Она подбежала И уже стала выносить мозг И они подбежали 6 раз Я в ужасе просто От этих администраторов Я первый раз слышала Чтоб ты с кем-то ругалась Меня очень сильно разозлили Потому что говорит мастер под руку Типа мы с кем у вас глянем Просто нет А ладно Мы как бы выдерживались Мы туда записывались Мы сразу предупредили И нам Даже не мы Нам сказали Типа Мастер за работой 4 часа А теперь давайте вспомним тот момент Когда мастер сам по себе Начинает в самом начале этого видео Говорит Зачем какая-то другая девушка взялась Что-то там делать Если она не уверена в своих силах Зачем у меня тоже вопрос Зачем взялись Вы сделать что-то Если не уверены в своих силах Зачем сидеть и морозить клиента Вы не представляете Как у меня горит Я ненавижу Когда опаздываю Я сама И я ненавижу Когда мне что-то задерживают Поэтому В этой ситуации У меня просто ужасно горело Из-за девушки Которая сидела и ждала Потому что Вы охренеете Суммарно Она там прождала Ну 3 часа с лишним И та девушка Которая ждала Потом когда она села на место Лисы Потому что Лиса закончила свой маникюр раньше Я сидела Мне делали еще полтора часа Потому что на дизайн Который был Там у Даши Грав На него нужно сильно много времени Потому что это очень заморочено И очень красиво Это не тот маникюр Который делается за 2 часа С учетом снятия И нового наращивания И администраторы Когда записывались Они об этом знали Потому что они нам проговорили Вам нужно 4 часа Мы такие Да, окей, без проблем И когда девушка Которая ждала 3 часа Села Она начала Очень ругаться Но она высказывала Своей недовольство мастеру Но она не наезжала на мастера Она просто делилась с ней Своими эмоциями Ну ее можно было понять Я бы тоже была Об в адском бешенстве Если меня 3 часа Морозили в салоне 3 часа Камон 3 часа Еще одна ситуация Когда администраторы Не смогли решить вопрос Клиентам так Чтобы он в итоге Остался доволен То есть девушка была Ну явно в бешенстве Она говорила на повышенных тонах И она употребляла мат На полу салона Так себе да Выглядит Довольный клиент Как не выглядит Девушка выглядела очень милой Очень милой То есть она не выглядела Как такая девушка Которая лежит по скандали Плюс то что она реально сидела И не орала там на администратор Все эти 3 часа Тоже как бы говорит Что она норма У нее просто Ну ее реально сорвало Когда она села И меня бы тоже сорвало Потому что всему должна быть грань И ушла она из салона В 2 часа ночи Вместе с нами Но это бы уже увидите Так сказать В следующей серии Потому что там будет Еще больший замес Но пока что Как нам сделали маникюр Мне мой мастер Сделала маникюр отлично Мне иногда было Немножко больно Но это вообще Если придираться Она просто пилочкой Выпадала по коже Вообще ничего страшного Она говорила Извините Как бы пилочку По-другому ставила И все было отлично Ну мой маникюр Вы уже слышали Все мое мнение Поэтому давайте Просто сейчас посмотрим На маникюр мой Ильяна Очень красиво выглядит Вообще нереально А мне приступы яркой зависти Кстати, хочу сказать Что мне сейчас нарастили Эту длину Ты же знаешь Я ненавижу длинные ногти Но мне нормально Они меня сейчас не бесят Возможно У меня просто Очень хреново было нарощено Поэтому я не могла С ними ходить Реально? У меня абсолютно нормально Ты тут мне нравится Больше всего Ну это до того Как нам нахи Просто взять Да? Да Извините Но я слишком кайфу От этого маникюра Это никакой Будет счастливый мастер Когда ты делаешь Комплименты моим ногтям Да В общем правильно Сделали выбор Чтобы ехали сюда Я думаю, что да Это была Супер неловкая ситуация Потому что Пришли две подруги Сделали одинаковые маникюры И одно делают Как будто бы Шанель А другое делают Это даже не Болмар Я не знаю, что это Бершку Я не знаю Бершка Очень неловко Потому что я чувствовала Себе неловко Потому что я хотела Чтобы у Лисы Тоже был классный маникюр А тут мы как бы сидим И смотрим Клевый маникюр И мы такие И такой маникюр Тут прикольная атмосфера Как будто В сексобольном городе Как будто Нет атмосферы Что мы в России То есть мне кажется Такой Не российский стиль Что ли Что так рядышком Все сидят Такие столы Не знаю И нет в сочинении Тут еще коробки нет Да Вот так выглядит нормальный Неспешный маникюр Лиан И тут все согласятся Что разница колоссальная Прям как колоссальный титан И двухметровый Тоже кстати Да Ужасный момент Неловкий Когда мой мастер Просто представьте ситуацию Вы решили в салонку с подругой К вашему мастеру Подходят другие мастера И говорят Вау как красиво Ты такая умничка Так классно Так супер Три мастера подошло Даже больше Они даже некоторые попали на видео Они снимали на видео Мой маникюр Они делали фотографии Они такие Вау как офигенно И Лиса Которая сидит рядом С таким же маникюром И просто ноль Ногти лианы Идут фоткать Понятно почему Знаете как Вы решаете Я не знаю У нас должны были Одинаковые маникюры Наши маникюры Как они Видят как одинаковые То есть по идее Если бы мне сделали бы Нормально так же как Лиан То мой бы черно-белый маникюр Выглядел бы Ну вот так Единственное что отличается у меня Это то что Один палец там Не закручена радуга А просто как бы да Линии Это не потому что Мастер не смогла Она просто что-то задумалась И сделала линии Вместо радуги И нет фигурок Потому что У них в салоне не было О чем нас предупредили И претензий к этому Было ноль Как видите Когда мой мастер Уже его начинали подгонять Я сказала Делайте давайте простой дизайн Поэтому просто Вместо того Чтобы придумать что-то прикольное Вникать в подробности Мне просто нарисовали Вот такую вот недорадугу И нет второго слова На моем маникюре Потому что Например Вот эти даже линии Вы видите Они абсолютно прозрачные Черные тоже были прозрачные Потому что у мастера Не было времени Мне даже толком Не убрали краску С кутикулы Вот здесь у меня везде краска Как бы все в черном Все разлито Ну потому что У человека не было времени Послушаем мнение моей подруги Даши автора маникюра Который мы делали А что спрашивается С линиями Почему они кривые Они думают Что это у меня наклейка Или что Потому что Ноги думают Что это наклейка Когда что-то ровное Потому что они боятся Потому что понимают Что они умеют рисовать Вообще ничего Почему криво так Вот как должен быть огонь Ой не вижу Вот здесь Так А теперь извините Но Это Я еще раз посмотрела Почему Так криво Насколько нужно Быть криворуким Чтобы сделать Так криво Мне кажется Моя сестра Даже мой брат Которому ей 11 лет Нарисует В ней Когда Или они заканчивают Делать маникюр Я очень сильно бомблю Потому что я думаю Блин Нам за это платить По 6 тысяч И типа Почему моя работа За 6 тысяч Выглядит настолько плохо Работали они за 6 Те же самые тысяч Потому что именно такая цена Она была оговорена Вспоминаем Начальные кадры Поверьте мне Самая интересная часть Будет только впереди Этот маникюр Это самое неинтересное Что вообще могло бы Произойти в этом видео Дело Тут вообще не в маникюре То есть это была Единственная всего лишь Претензия Которая у Лисы была Она даже не хотела Платить меньше За то что маникюр Не соответствует картинке Конечно это мне даже В голову бы это не пришло Мне было очень неприятно Когда я шла на кассу С той мыслью Что я заплачала Абсолютно одинаковую сумму За ее маникюр За мой Потому что ну ребят Это очень большая разница Это пипец какая большая разница Ну просто Я думаю Если бы вы были на моем месте В принципе Вообразите только себе Такую картину Ну вам было бы тоже Наверное Очень не очень И тут Я посмотрела только что Нурея в телефоне В 22-28 Мы с Лисой идем Ну как бы оплачивать Без 10-12 Или без 5-12 Мы ушли из салона Как вам такое Полтора часа Мы разбирались Со всей этой хренью Спасибо большое Спасибо огромное Все пойдем Да идем Спасибо большое Приходите До свидания Спасибо А почему у меня 9 тысяч У меня 15-20 А почему на голове не стоит Я беру чек Я охереваю А там сумма абсолютно другая 15-200 Как вам такое 15-200 за маникюр А у Лисы написано 9 тысяч А у нас одинаковый маникюр А нам сказали Примерную цену В 6 тысяч рублей Как вам кажется 6 тысяч и 15 тысяч Это примерно одинаковая цена Смотрите У нас цены указаны У меня 15-200 А когда я ценила по телефону Мне сказали Что примерно 6 У меня написано 9 А по телефону Что вам сказать То есть мы отправили дизайн И нам сказали цену Вот Да В 3 раза меньше Это будет Не повысить это слово На нас вызывали ментов Нас обзывали бомжихами-курицами Короче я не буду вам спойлерить Все Давайте просто вместе посмотрим Смотрим